Это вам не котята, а в квартире муромлянина Василия Калашникова живут редкие домашние питомцы. Кто они, любящие темноту? В сюжете. Если при виде пауков вы испытываете страх и ужас, значит мало о них знаете. У Василия Калашникова пауки – домашние питомцы. По воле случая шесть представителей членистоногих сменили тропические леса на городскую квартиру. Всю жизнь нравилась паутина, вообще с детства паутина как-то завораживает, там снежная паутина – это красота. Ну и интересный у них образ жизни. Все говорят, почему пауки, он вроде ничего не делает. Это так кажется. А если посмотреть, на самом деле, что они делают, как они делают, то есть у них восемь лап, не как у нас две. То есть с восьми лапами очень интересно, они пируэты там делают. Вот на руке Василия Калашникова сидит быстрый, токсичный и очень агрессивный вид. Он еще совсем крошка. Диаметр взрослой особи достигает 25 сантиметров. В среднем пауки живут от 15 до 30 лет. Возраст измеряется в линьках. У этих паукообразных их было четыре. Для проживания в квартире необычным питомцам нужен контейнер, кокосовый субстрат и вода. А человеку для соседства – осторожность. Даже самый спокойный птицеед может укусить хозяина или сбросить ядовитые волоски, если почувствует опасность. Опять же, это не игрушки, это не кошки, не собачки. Это членостоногие пауки, которые, я говорю, могут ужалить, укусить. Что у них на уму, я не знаю. Им не нужен свет, им нужна темнота. Питаются насекомыми. Это червяки, мотыль, опарыш. Потом вот развожу я жуков банановых. Они идут в качестве как раз вот кормёжки разнообразных пауков. У каждого питомца своё имя и уникальный характер. Брахипельма смитти – самая старшая и самая ручная. Если вы решили приобрести домашнее животное, то брахипельма смитти – это один из самых неприходливых вариантов. Единственный минус – нужно преодолеть страх. Регина Ломакина, Александр Барсуков. Новости Муру.